конкурс на 100 доната а вот у нас и победитель проверяй свой счет но если ты проиграл это не проблема переходи в комментарии пиши свой никнейм сервер на котором ты играешь и слова я участвую победителя выберу в следующем ролике а ролик уже завтра желайте приятного просмотра ладно хорош как говорится с кирюшей мы смеялись а здесь мы будем серьезно как как иначе как правильно это уже приколы я просто меняю кирюха и мне сразу смешно становится давай время уже час ночи мы снимаем блин свэпка это еще смешно серьезность на максимум выкручиваем я на тебя не буду смотреть я смотрю в веб-камеру я тоже не буду смотреть на связи виталя старка это новая серия на проекте блэк раша давайте наберем 1500 лайков как минимум потому что сегодня мы находимся здесь не одни я так говорю как будто сейчас появишься тебя здесь нету на экране со мной сегодня спец администратор нашего проекта блэк раша сандер клиган поздоровайся здорово-здорово всем приветы и вместе с ним мы сегодня поговорим вы немножечко узнаете большего о данном спецадминистраторе и надеюсь вы будете счастливы что я у меня вообще есть такая возможность поснимать с такими знаменитыми личностями видосики ну что ребята желаю вам приятного просмотра а кто кушает приятного аппетита ребята перед началом этого ролика обязательно обязательно переходите в описании под ролик либо же в комментариях там закрепленная ссылочка на телеграм-канал ростислава специального администратора блэк раши канал называется по факту вот я здесь вот я не знаю видно не видно здесь нахожусь тоже вижу у него тут прям офигеть даже он здесь ребята даже он так что вы с ним будете в комментах общаться он вам будет отвечать все четко одобряешь одобряю ну поехали ну что так как мы находимся со спец администратором ростислав мы сегодня немножечко тебя помучаем вопросиками давай самый распространенный вопрос такой ну чтобы люди вообще понимали какую должность в данный момент вот ты занимаешь спец администратор потому что я думаю многие не в курсе что это такое за что ты отвечаешь потому что ну я тебе скажу скажи просто коротко чтобы все буквально всех разных возрастов люди понимали о чем я говорю на простом языке что было понятно просто главный спец администратор проекта и все я не знаю как это еще проще сказать это тот кто участвует практически во всем то есть начиная от разработки заканчивая уже работу с готовым продуктом то есть и работая с конечным так скажем потребителем но это чтобы понять не было короче начиная от разрабов заканчивая игроками вот то есть вот весь этот промежуток это и все и там и касательно блогеров касательно там каких-то вещей интересных ну отчасти то есть везде как-то все равно так или иначе приходится участвовать и я понял в основном в основном твоя ну считай большая часть обязанности состоит из правил до проекта которые у нас находится на форме и само собой главные администраторы которые держат весь считай проект который отвечает проект сервера за которые они отвечают правильно не но основа основа это конечно у нас получается на данный момент на сегодняшний день 35 серверов в общей сложности администраторов у нас только администраторов по моему если я не ошибаюсь там около тысяч семьсот пятьдесят человек а вот но агентов поддержки немножко поменьше там по-моему тысяча триста человек где-то так вот но и в общей сложности можете сложить обе цифры вы получите тех людей с которыми то есть я непосредственно работаю которым то есть всем моя работа связана то есть это и прежде всего моя задача состоит в том чтобы позаботиться о комфортной игре игроков то есть чтобы игрокам было комфортно проводить время на сервере чтобы им было комфортно играть вот ну и также к основной задачи относится это создать комфортные условия для работы администраторов то есть и мы над этим работаем постоянно ежедневно и часто и стараемся сделать для этого все конечно так вот пошел скупаться все не получается сделать в один момент но и на все нужно время силы и так далее причем не в больницу пришли ну конечно сразу заранее вот я понял слушай всем будет очень прям очень интересно как ты узнал о проекте black rush а как ты вообще сюда попал кем ты был ну вот самых низов как случилась твоя судьба что ты сейчас находишься на посту спец администратора все было просто я был на работе работал тогда на заводе получается и позвонил мне друг говорит че делось я говорю на обеде только поел сейчас насыпаю с полным животом ну давай погнали попробуем там покатаем на приорах игру смысле но говорит там русские тачки из погоняем там в чате общаться ведь ты о чем вообще ну давай сейчас скину скидывает мне ссылку на паблик вконтакте получается а там блок раш ну и так я говорю дружище ты понимаешь игра еще не вышло он да ладно прохладно ну ладно тогда это пойду дальше там домики строить ну давай иди а сам чуть заинтересовался сел полистал почитал интересная тема почему бы и нет раз подписался потом приходит уведомление мы ведем набор администраторов оформите заявочку пожалуйста на форуме если не ошибаюсь я был там где-то или 900 каким-то или полторы тысячи или около двух тысяч в общем заявок там была тьма там порядка трех тысяч с лишним было заявок только на должность администратора вот и мне в первый день никто не написал ничего я заполнил по форме все как положено там возраст жизненные цели там как ты видишь дальнейшее развитие там и так далее и так далее все напомнил никто не связался думаю ну все не судьба наверное ну ладно попробовал на открытие залететь короче на открытие там очередь такая была что там ну просто трэш я как помню на заводе вышел специально подальше в темный уголок и попробовал зайти не не получилось ну ладно потом со мной этот ближе к вечеру пишет не некий иван ваня привет привет точнее наоборот он не сказал привет и привет интересует заполняли заявку и заполнял ну пойдем дискорд ну пойдем пошли в дискорд пообщались он говорит ну вот так и так надо будет подменить я говорю здорово знаете по обменим какие проблемы ну все значит давай это спрошу тебя там чё конечно задавая интересный позадавал мне вопросы но все ты нам подходишь я говорю супер ты не а ты уже получается знал правила ну ты играл уже в гташ куда получается нет ну конечно я я в курсе естественно был что это такое с чем-то едят вот но он меня так понимаю он пытался понять в адеквате я или нет там под тогда мне было 28 лет по моему и вот паренек 28 лет оформляет заявку на должность админа в мобильной игре типа ну да да кукуха не поехал или все на месте на месте все нормально очень подходишь вот и получается иван гутюк вот так скажем и был моим кодным билетом в администрации black rush вот и все начали отменить получается смотреть что как тогда только самое начало меня получается приняли в администрацию третьего сервера blue сервер и все с первого уровня отменчик такой начал носиться бегать там чё как игрокам помогать там чё ребятки тем занимаетесь вот тогда еще там ну вообще сейчас ребятам показать скриншоты они не поверят как так можно было работать наверное но половить его вот дружный коллектив было все классно прекрасно ну и потом все развернулось так что я стала сидящим за батыревской обе получается или батыревской кто-то но я тоже я по 3 вы говорю батыревская да 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 то есть но батареевской мне мнение расходится но все же стал получается контролировать эту фракцию помогать лидеру проводить мероприятия участвовать жизни фракции игроков потом получается меня назначили на заместителя главного следящего потом не назначили главным следящим да и все как-то так сложилось план хобана здравствуйте я главный администратора blue сервера а вот и три месяца пробыл главным администратором blue сервера потому что три месяца red серверами я перевели туда промежутки я был куратором и все там пары серверов получается насколько я помню green yellow а вот ты уже тогда получается курировал несколько серверов получается да 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 там но у меня потому что на моем сервере то есть было все строго то есть дисциплина прежде всего то есть и адекватное общение взаимоуважение то есть чтобы ребята общались нормально и им комфортно самим было вот и у меня получается тогда взяли назначили на там порядок навести что-то не совсем горит борзею вот но в итоге пришел объяснил откуда ноги растут ребята начали не правда так лучше общаться можно даже адекватно никто никого-то мне оскорбляет и все в порядке но и все как-то так пошло сложилось я стал главным администратором red сервера и все вот кому-то просто я не знаю кому-то иногда непонятно то есть как можно устроить это все дело но кому-то это просто я допустим не понимаю как правильно выложить кирпичную стену и чтобы кирпичи не были там завалены стояли ровно ну да как бы у всех свое призвание да а кто-то не понимает у меня кажется это кто так делает эту кирпичную кладку кладет что у них так все ровно получается для меня они кажется там со сверхъестественными силами ребятами вот для кого-то кажется странным что можно общаться там с огромным количеством людей чтобы всем было все понятно вот но каждому свое как говорится ну и все и после того как я стал главным администратором на red сервере потом получается неожиданно открылась вакансия и я стал прошел собеседование получается стал спецадминистратором вот как обалдеть и сколько получается ты по времени обменял ну на посту админа был до главного среднюю вместе с главным админом постов ну вот сколько ты без спец админки находил 9 месяцев и получилось что тебе потом вакансия открылась да и тебе соизволилось пройти обзвон и ты прошел и получается встал на пост спец администратора тяжело ли было бы да на самом деле не то что тяжело ты меньше тут само собеседование нет в плане того что вот допустим ты был главным администратором и стал специальным администратором но первые первые дни тяжело было как-то входить в роли или ты уже привык в принципе было было переживаю принципе делал все что и делал как обычно но только в этом случае мой админ состав чуть-чуть увеличился из низа вот самый малый блин на самом деле это круто то есть тоже да многие вот почему-то я не знаю все думают что все приблотненные все там вплоть я не знаю ну вот вплоть до тебя что кирилл там по блату тоже встал на этого кто он там он не сам что-то там пытал гейм-дизайнер вот что все говорят что блат 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 ну вот вам ребята реально вот истории которые просто так да допустим не выдумываешь на славу допустим меня взять да ё-моё как ты там встал я допустим да я откуда знаю просто просто он прошел встал это жизненные истории вот и я говорю вот сколько я общаюсь с популярными личностями да ну ты брось все мы простые я так же не говорю администратор у каждого свои просто таланты кирилл допустим может составлять так скажем сценарии да то есть продумывать обновление ему это нравится у него это получается вот он этим занимается вот мне нравится общаться допустим с людьми общаться с администраторами выстраивать их работу и делать так чтобы тем комфортно игралась комфортно работать вот и опять же повторюсь его моя работа она завязана то есть со многими отделами так скажем так же кириллом гордеевым то есть обратная связь какая-то и предложение от администрации то есть от игроков поступают отзывы предложения администратором администраторы перед главным администратором то заместителем они передают это мне либо мы проводим какие-то опросы на собраниях обсуждаем некоторые моменты это все потом концовки передается также отделу разработки то есть да гейм дизайна все пожелания и предложения не учитываются как-то ну не в изначальном виде как я хочу чтобы дом был зеленый поэтому он будет зеленый с учетом всех прочих равных условий и все как будто на словах это грубо говоря очень все легко но на самом деле это нелегко слушаю ростислав скажи мне пожалуйста сколько ты уделяешь времени проекту black rush рабочие моменты сколько вообще в день без комментариев весь день просто ну как когда как я то есть постоянно в режиме онлайн бывало такое что ты не спал из-за того чтобы были какие-то рабочие моменты конечно но без этого никак потому что то есть даже но элементарный пример вчера я получается ушел с работы ну я имею ввиду из офиса по-моему что-то часиков семь где-то пол восьмого сходил поужинал получается и на обратном пути получается я шел думал блин телеграмм есть заваление вопросами столько вопросов столько там надо разобрать еще все нюансы поеду к я в офис приехал в офис короче снова и в итоге уехал из офиса три часа ночи обалдеть да но но так вот получается засосало опасные агрессивны но вот на самом деле когда ты работал на заводе вот сейчас многие наверно не поверят скажут что ты там мажор-мажор-мажор ты вообще думал что ты будешь работать реально в офисе в игровой сфере занимая должность спец администратора ну как руководящая должность тем более большими шишками так сказать руководящим всеми игроками грубо говоря вот ты думал об этом судьба так сложится нет конечно этого это сложно было представить вот как по мне то есть нет какой какой приблотненный там какой он там мажор для меня обычно по стандарту там работать молотком топором колуном там растопить баньку там все как положено чтобы было по красоте а это так получилось так сложилось и самое что я понял для себя когда тебе работа по кайфу у тебя все прям время проходит прям на урай неважно три часа ночи там 10 утра вообще без разницы да вот поэтому когда занимаешься любимым делом счет времени он как-то как-то все идет само собой ты даже не задумываешься о том что есть какие-то фанатические моменты нюансы но не спору нет то есть я когда то есть был на доме допустим да у родителей то есть там надо там допустим собаками погулять к примеру да там дрова поколочь там уложить там еще как-то какие-то моменты там донкости там двор убрать снег убрать старт пример это элементарно маркин сервис на это все время тоже надо но и все оптимизируешь свое дневное время там рабочий процесс устраивается сам собой и все это совмещается и все четко то есть никто не держится за руку и не говорит вот ты должен там сидеть и обниматься также я с тем главным администратором говорю ребятам то есть они управляют своим временем они время и хочешь не оптимизируешь процессы делегируешь полномочия распределяешь обязанности у тебя все устраивается вот так вот просто погладить ну это прям офигенные слова на самом деле для многих главных админов которые посмотрят главных админов меня смотрят на самом деле очень много оказывается этом узнал они надеюсь примут твои слова как в мотивацию для себя я так надеюсь слушай на самом деле ты уже много очень уже рассказал прям чересчур много у меня выключился прям прям судьба да но на этом мы не заканчиваем мы еще здесь с вами я благодарен за то что мне уделил время а еще вопрос был ли ты знаком с кем-нибудь из команды проекта до того как ты встал допустим на пост админа нет нет конечно вообще никого не знал все это самый главный вопрос о том еще никого не знал я тебе могу сказать так что это именно та команда с которой мы когда первый раз все взрывы встретились это было на первый день рождения проекта когда он первый раз все встретились сложилось такое ощущение впечатление прям как будто мы знакомы были несколько лет до понимаешь прям сплоченную сплоченность когда сплоченность и ты думаешь что это семья уже как будто да работа объятия все таки это ты так знаешь какие-то встречи были на первом день так сейчас угадаю кто ты сейчас угадает ты наверное кирилл гардер в натуре да вот ну и чё-то как-то типа того и потом каждый ходил от году у меня отгадать было проще всех потому что ну типа ну он самый старый да ладно ты чё там фору даешь всяким кирюшкам сто процентов ну стараемся стараемся пока этот песок сыпется потихоньку да нормально слыши ты чё себя прибедняешь то ё-моё посмотри на себя светишься весь аж весь покраснеть температура выросла прям вообще я стесняюсь стесняшка ну понятно конечно спец администратор стесняшка заходит в конфу когда собрание главных здравствуйте мои хорошие там там не так там этот сейчас вот эту вот музыку включишь да под которую вот это вот делали подбиты все подходило ну что ребят на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся на связи был виталий старк и специальный администратор проекта black rush и сандер клиган ростислав попрощайся да все давайте ребят тем успехов удачи чтобы было все по красоте так как вы задумали кирюша сандер мы больше снимали а а